Все в мире несовершенно, болезненно, неустойчиво, трудно. Но увидеть это, не цепляясь за устойчивость, за нетрудность, за комфорт, первый шаг к устойчивости в пустоте. Интеллигентность – это внутренняя готовность к внешней свободе, готовность защищать эту свободу от покушения извне, от внутренних пороков, от превращения свободы во вседозволенность. Опыт последних веков показал, как опасно доверять логике, не проверяясь сердцем и духовным опытом. Ум, ставший практической силой, опасен. Опасен научный ум со своими открытиями и изобретениями. Опасен политический ум со своими реформами. Нужны системы защиты от разрушительной силы ума, как на АЭС от атомного взрыва. Ни один злодей, разбойник, садист не совершили столько зла, сколько энтузиасты благородных идей, прогрессивных идей, целенаправленного добра. Миллионы людей убивала идея окончательного решения, окончательного выхода из всех кризисов, идея прыжка из царства необходимости в царство свободы или в другую утопию. Всякая личность Начинается тогда, когда чувствуешь потребность выйти из толпы и ищешь какие-то твердые основания своего личного бытия, твердый стержень, твердую основу. Именно в грязи лежат самородки, они на выметенном тротуаре. Сущность мировоззрения определяется скорее интерпретацией ценности, чем ее условным знаком. Мы все за добро, но все по-разному его понимаем. Способность к счастью – признак гармонической личности, свободной от страха, суеты, запутанности в заботах, личности, способной брать от жизни то, что жизнь дает, и давать ей все, что жизнь требует. Когда человек, достигнув цели, не чувствует себя счастливым, это значит, что он стремился к ложной второстепенной цели, приняв ее за истинную, главную, а главную упустил. Нужно очень долго разжигать внутренний костер, чтобы пламя его сожгло мусор и открыло путь к глубинному созерцанию, домига, в которой хаос человеческих дел будет схвачен волшебным узлом и станет единством, станет иерархией, в которой все на своем месте, и нет сомнения, что выше, что ниже, когда вязать и когда разрешать. Наше спасение в глубине, где вовсе не каждый миг высший. На этой глубине человек, отбросив иллюзии, остается один на один с проклятыми вопросами, состраданием и смертью. Но я не променяю зарю, которую надо ждать, на электричество, вспыхнувшее от нажатия кнопки. Я верю в зарю, и я не раз видел ее. Счастье – это не суррогат жизни, это сама жизнь, открытая в глубине, со всеми ее бедами, но с той силой, которую дает глубина. Бог, сокрытый в глубине, не страхует нас от несчастья, но дает силу переносить несчастье и, потеряв все, начать жизнь заново. Продолжая путь, мы опять должны войти в темное ущелье, но знаем, что выйдем снова на свет, обрадуемся свету, и эту радость будем нести сквозь тьму до следующего взрыва света. Ни от гриппа или умопомрачения, ни на фронте, ни от пули палача, как обидно умереть от огорчения, а раньше времени растаять, как свеча. Григорий Померан «Серная спичка» в памяти Булата Акуджавы. Я не могу сказать, чтобы песни Акуджавы меня захватывали больше, чем песни Галича или Высоцкого. Очень часто я переживал их страстную иронию острее, чем эллигические интонации троллейбуса, арбата. И вдруг смерть Булата Акуджавы неожиданно пережитая, как смерть близкого человека, как потеря части моей собственной жизни. Хотя мы были только шапочно знакомы, кроме «Здрасте, до свидания», я могу вспомнить только несколько его теплых слов по адресу записок гадкого утенка. Несколько дней во мне звучал синий троллейбус, последний, случайный. Может быть, потому, что вместе с Акуджавой я провожал свое поколение, за несколько лет сошедшее со сцены. Так что мы оставшиеся последние магикане. И несколько раз уже припоминались мне слова из эпиграфа к роману Хромингуэя «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». С уходом Акуджавы колокол звонил, не переставая. И сейчас, когда я пишу, я слышу отдаленный звон. Что-то особое было в его песнях. Для меня Акуджава – это прежде всего песни, и только потом все остальное. Когда-то при первом подступе к Мандельштаму, еще до того, как раскрылись моему уму его метафорические глубины, я был поражен парой строк. Я все отдам за жизнь. Мне так нужна забота. И спичка серная меня посогреть могла. После смерти Акуджавы я несколько раз вспоминал эти строки, почти забытые. Еще строка вспомнилась другого поэта. Мы все немножечко лошади. Все мы маленькие люди рядом с танками. Все мы не способны шагать в ногу с межконтинентальными ракетами. Люди заброшенные, затерянные. Люди, которых просто жалко. Вот в эти минуты заброшенности, затерянности, как нам всем нужен был Акуджава. Как мне его не доставало в конце сороковых, в три самых тяжелых года моей жизни, когда я уже был исключен из партии за антипартийные высказывания, но еще не был арестован за антисоветские высказывания. И много спустя сердце благодарно откликалось на сентиментальные песни. Я не боюсь этого слова «сентиментальные». Оно вовсе не презрительное. Но был высокий сентиментализм. И должен был быть после героики социалистического роялизма, возрождавшего тени великих деспотов. Петра I, Иоанна IV. Так необходим был Лоренц Стерн после Корнеля и Вольтера. Хотя Корнель тоже был подлинный. Акуджава после от Сталину возвращался к подлинности, отталкиваясь от фальши бронзово-гранитных и гипсовых памятников. Еще он был первым прорывом сквозь цензуру. Магнитофонные ленты цензурированию не поддавались. Они были самоздатом по своей сути. И я, начинающий самоздатчик, почувствовал в этих песнях первые взлеты свободного духа. Они ободряли меня писать так же раскованно, в другом моем собственном жанре. Я думаю, что песни Акуджавы переживут многие страсти, и прошедших, и нынешних лет переживут как классика, неотделимая от своей эпохи и вышедшая за ее рамки. Хрипят призывом к схватке глотки, Могилам братским нет числа, И вздернутые подбородки, И меч в руке, и жажда зла. Победных лозунгов кружения Самодовольством заслан свет. А может, надо б на крушенье, Чтоб не стошнило от побед? Нам нужен шок простой и верный, Удар по темечку лихой, Иначе запах ада скверный Плывет над нашей головой. Григорий Померанц. Подступы к преображению. Когда мы с моей женой Зинаидой Александровной Миркиной Сходили в гардероб после лекции в Питерском музее Ахматовой, Нас остановили две девушки. «Нам хочется задать вам очень глупый вопрос», Сказала одна из них. «Но кажется, вы те самые люди, Которые могут на него ответить. В чем смысл жизни?» Я не нашелся сразу, что сказать, А Зинаида Александровна ответила вопрос совсем не глупый. Над ним думали многие великие люди. Но как на него ответить на ходу? А впрочем, почему бы нет? Смысл в преображении. Попробуем сегодня подумать, Что это значит преобразиться. Зажечь в себе негасимый огонь. Пробить путь в глубину, Где горит тот вечно живой огонь. В Евангелии преображением назван Выход наружу духовных глубин, Выход наружу внутреннего света, Как это случилось на горе Фавор с Христом. Потом что-то подобное увидел Матавилов у святого Серафима. Далай-лама XIV, комментируя Евангелие, Рассказывал, что подобные случаи Помнят и буддийское предание. Но суть преображения не во внешнем Заметном глазу. Суть во внутренней перемене, Во внезапном загорании внутреннего света, Во внезапном открытии Целой лестницы вверх, По которой идти и идти. Кто увидел глубинный свет, Тому невозможно жить без прорыва к нему. Жить на плоскости, На поверхности, В окружении обрывков, Оторванных от целого. И можно постоять тысячу дней на камне, Чтобы открылась вертикаль, Измерение, ведущее к Богу. То, что святой Серафим Назвал стяжанием святаго духа. Незнание, не память, А реальность света. Преображение – это Невыученные слова, Незнание заповедей. Это открытость в глубине, По ту сторону слов и знаков. Это исчезновение стен, Открытость бесконечному. Это способность взглянуть на мир глазами Бога, Как у автора книги Иова. Это способность ответить На свои же вопросы человеческие, Слишком человеческие, На вопли страдающего сердца И страдающего разума, Так, словно Бог дал человеку свой глаз. И тогда все неразрешимые вопросы расплылись, И невыносимые страдания стали выносимы. И после потери всего, Что Иов любил, После живой смерти, Началась заново живая жизнь. Пари, заключенная Богом с дьяволом, Литературный прием древнееврейского писателя, Которая как бы позволившая Развернуть драму. Нелепо принимать эту условность за факт И спорить с Богом, Как это делал Карл Юнг В своем ответе на Иова. Но что-то похожее на Пари с дьяволом Действительно встречается на свете. Таким спором с дьяволом Стала жизнь Зинаида Александровны, Когда она заболела. Первым ответом на вызов была мольба. Если это продлится более трех дней, То лучше умереть. И муки длились годами. Пришлось учиться подныривать под волны судорог, Под болезнь маленького тела, И со своего адра возвращаться К чувству бесконечного внутреннего света, Независящего ни от чего, Что может случиться на поверхности бытия. Живая память встречи с бесконечностью света Оказала сильнее тьмы. Бог в человеческой груди Выиграл Пари с дьяволом, Прокравшимся в человеческий мозг. Что-то подобное описано В прологии и эпилоге озера Царик Лен примерно В этих вечных образах. И ежедневный выигрыш Пари Рождает стихи, несущие свет, А не тьму, здоровье, а не болезнь. Более сорока лет тому назад Я услышал эти стихи И сразу же почувствовал опыт, Стоящий за ними. И стал впитывать этот опыт. Тень человека появляется в пустыне. Я не говорю о той тени, Которая отбрасывает тело. Это не в счет. Я говорю о тени, Которая отбрасывает душа. Тень эта становится видна Только тому, кто видел свою душу. Она становится видна Только там, где видна душа. Пустыня. Пусто. Нет ничего. Только одна душа. Около самого источника жизни. Душа подошла к нему вплотную. Сейчас войдет. Сейчас сольется с ним в одно. Но между ней источником жизни Вырастает тень. Она вырастает во весь рост И закрывает источник. Отойди, говорит человек. Или я умру от жазли. Тень не двигается с места И только повторяет каждое движение души. Человек в пустыне. Он скрылся от всех. Но от тени своей скрыться нельзя. Она появляется перед всеми пустынниками. Даже перед самим Христом. Таков один из путей, Который я проверил на себе. Впитывать в себя опыт Иова. Опыт невыразимого страдания. Большего, чем смерть. И духовного воскресения. Большего, чем страдания. Впитывать из глаз в глаза. Впитывать по следу опыта В словах, в звуках, красках. Впитывать в литургии света. В литургии восходов и закатов. В литургии, которой служат деревья и волны моря. Я уже рассказывал, что Мертону не хватало общих обрядов. И он создал еще свой. Встречать рассвет пением псалмов. Так иногда читали стихи Зинаиды Александровны На могиле Волошина или у костра. Сейчас, сей час. Все глубже, внутрь, в упор. И собран дух. Азм есть. И вот тогда-то Выходишь ты В торжественный простор. Великую расправленность заката. И тянутся объятия зари. И в этом нескончаемом полете Единый возглас. Господи, бери. О убыль мира. Истонченье плоти. Одному почти невозможно Выдержать это. Но если нас хотя бы двое. Покойная Зельма Федоровна Рофф, Написавшая книгу о Рильке, Нашла новое слово. Поэтология. Что-то вроде мифологии, Но без наивного смешения Метафоры с фактом, Без превращения образа в кумир. У Зинаида Александровны В образах ее поэтологии Нет требования к Богу Создать мир получше Без страдания и смерти. Есть требования к себе Понять свою задачу в этом мире Сохранить почву человеческого, В котором растет Божье. Сквозь превратности истории Следить путь Обожжения, становления Второй ипостаси. Того второго и третьего, И не весь какого еще путешествия, Которое совершается в душах святых, Как писал об этом Рейс Бург. Преображение неотделимо от сознания Своей скромной роли в этом процессе, От умения найти паузу созерцания, Когда рождается истина этого мгновения, Знание, что делать и что сказать. В доме Мадонны, созданном супругами Дахерти в Канаде, Был заведен особый домик, Называемый по-русски пустыней. И туда уединялись на день, на два, По мере сил молились, Устав засыпали, Просыпались, снова молились, Пока не отпадала и не отгорала Вся суета, В тишине не рождалась Образ слова, Которое сейчас надо сказать, Или поступка, который надо совершить. У моего друга Лайфа Ховельсена, Последователя Бухмана, Такая пауза, Час на рассвете, С пяти до шести. Тут нет никакого шаблона, Каждый может найти паузу по-своему И в тишине осознать свою сегодняшнюю задачу, Основную мысль, письма, стиха и тому подобное. Словом, свою роль, Хоть самую маленькую, Какая кому по силам. И это значит сегодня, Сейчас не давать тьме поглотить свет в себе, В своем ближнем. Это значит сохранить почву для чуда, Уравновешивающего невежество и грех истории. А может быть уравновешивать И разрушительные силы во вселенной, Сделать шаг от хаоса, Противоречий к гармонии, Противоречивых голосов. Ничего невозможно здесь доказать, Но интуиция не требует доказательств. Мир только чудом не исчез, Удерживает мироздание Невидимый противовес, Немое противостояние. Души с ее крылатым нет, Растущей тяжести в ответ. Я верю, Что глубокое созерцание Входит в круговорот Святого Духа, Незримо участвующего в вихрях природных сил, Незаметно поддерживая жизнь против смерти И хрупкую одухотворенность против бездуховных масс. Каждая жизнь и каждая личная духотворенность смертная. Сказав жизнь, мы тем самым говорим смерть, Но наше глубокое сердце неотделимо от сердца вселенной. И в этой неразделимости, в этом причастии оно бессмертно. Как это все получается, я не знаю. Я так просто чувствую, вопреки очевидности смерти. До всякой науки с ее законами термодинамики и тепловой смерти Будда говорил, умирая, Состоящий из частей подвержено разрушению. Трудитесь прилежно. Причащайтесь духовному целому. Наш духовный труд поддерживает Центростремительное движение, Противостоящее вихрем, несущим в тьму, внешнюю. Преображение противостоит хаосу, Вносит свой вклад в чудо света, Не дает ненависти разорвать мир на части. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И вот вопрос, что может сделать меньшинство, Услышавшее призыв к преображению? Прежде всего, просто быть. Быть, чтобы Богу было к чему присоединиться. Что поддержать и не давать угаснуть свету во тьме? Когда решался вопрос об отмене крепостного права, Государственный совет проголосовал против. Великий князь Константин, председатель совета, Пошел с этим решением к брату, И Александр II присоединился к меньшинству. Бог не менее самодержавен, чем русский царь, И не раз присоединялся к меньшинству. В этих случаях меньшинство становилось большинством. Даже один человек. Как сказал Фухман, Один человек и Бог – это уже большинство. Один человек, сказавший, Так я стою, не могу иначе, Создает большинство. В развитии жизни в истории общества Есть ряд необъяснимых поворотов. Я долго пытался понять, Почему примерно одновременно В Элладе, Индии, Китае Возникало мышление Свободное от опоры на традицию. И убедился, Что ни одного удовлетворительного объяснения нет. Так же обстоит дело и с возникновением жизни, Со скачком от Homo sapiens. Вячеслав Иванов в одном из своих недавних интервью Предположил незаметное вмешательство Какой-то внеземной цивилизации. Но этот вопрос переносит из одной галактики в другую. В конце концов, Почему существует Вселенная? По законам термодинамики, Она должна была закончиться давно тепловой смертью. Мир только чудом не исчез. Какое же чудо – продолжение истории. И только чудо может спастить нас От взаимного уничтожения. Только незначительное меньшинство Ищет путь, Который Рильке назвал Дивным меандром. И не попадает под власть Несовместимых принципов. Путь наш вьется, Как тропки лесов И потока дивным меандром. Он – краткость прямая. Так лишь машина вершится, Взлет свой искусственно крылый. Мы ж, как пловцы среди волн, Тратим последние силы. У Антонио Суржского Другой образ. Божий след, Пересекающий любые идеи, Идеологии, принципы, В том числе, Богословские принципы. След Божий – нить арядная. Золотая нить, Красная нить, Которая укажет, Куда Бог ведет нас Среди окружающей нас Сложной целостности жизни. И тут громадная разница Между мудростью И человеческой опытностью. Опытность – Результат прошлого, Накопленный человеческий опыт. Она обращена к пережитому, Опыту – Более обширному, Чем личный опыт, И делает выводы Интеллектуально основанные, Точные и глубокие. А мудрость поступает безумно. Мудрость состоит в том, Чтобы погрузить свой взор в Бога, Погрузить свой взор в жизнь, В поисках того, Что я только что назвал Следом Божьим. И действовать безумно, Нелогично, Против всяческого Человеческого разума. Так нас учит поступать Бог. Принципы приводят к живой истине, Но не дают ее в руки. Принципы подобны Железной дороге, Которая никогда не достигнет цветка. Цветы не растут На железнодорожной колее. Все принципиальные, Прямолинейные решения Ведут в тупик. На форуме интеллигенции В Уфе была предложена резолюция О немедленном выводе войск из Чечни. Я выступил и сказал, Что был противником первой войны И остаюсь противником нынешней. Но немедленный вывод войск Привел бы к немедленной резне, К истреблению тех же чеченцев, Которые устали от войны И признали федеральную власть Как факт. Тут нужен ряд политических шагов, Примирительных решений. Может быть, Добавлю сейчас, Прав Хосбулатов Под наблюдением ООН. И, конечно, Это тоже, добавлю сейчас, Нужен такой русский патриот, Каким был во Франции Деголь, Осознавший, Что распад народной души От продолжения войны Страшнее, Чем угроза территориального распада. Которая, кстати, Не так уж и страшна. Накануне восстания Ингуши отделились от чеченцев, Не захотели участвовать В романтическом И неприбыльном деле. И в Испании тоже Неоднозначно поведение Каталонцев и Басков. Народы разные, Не все хотят разбежаться. Однако главное, Что мне хочется подчеркнуть, Не этнические особенности, Которые надо принимать в расчет, Пусть это даже очень важно, И не техника политического процесса. Я вообще не политолог, Это не мое призвание. А необходимость освободиться От чувства исторической обиды, От комплекса раненого зверя. В чеченской войне Столкнулись два раненых зверя. Чеченское самосознание Со своей давней памятью обид, Русское самосознание, Уязвленное рядом унижений, Последнее в Сербии, Которую лихо бомбили Нынешние друзья Чечни, Не понимая, Какой сдвиг это вызовет в России. И то же самое на Ближнем Востоке. С одной стороны, Комплекс раненого зверя евреев После Холокоста. С другой стороны, Чувство раненого зверя у арабов, Некогда великих завоевателей, Попавших сперва в зависимость от турок, Тоже, кстати, мусульман, Потом в зависимость от Необрезанных псов христиан И, наконец, Разбитых на поле боли кем? Евреями. Как это можно выдержать? И к тому же, Почему решение еврейского вопроса, С которым не справились Европа, Должно быть найдено за счет палестинцев? Были предложены разумные решения. Первый мирный раздел Палестины По плану ООН. Арабы не согласились. Решение принимало большинство, Состоящее тогда из христианских стран. То есть продолжались традиции Колониального высокомерия к востоку. Потом арабы проиграли войну, Так же, как греки проиграли войну с Турцией В 1922 году. И вынуждены были согласиться На принудительный обмен населения. Греки Малой Азии, Прожившие там 3000 лет, Были изгнаны, Как нежелательные иностранцы. Что поделаешь? Не надо было начинать войну. Тогда было выдвинуто второе разумное предложение. Расселить по другим арабским странам беженцев. Их число определялось по-разному. Наиболее принятая цифра Около 700 тысяч человек. Для сравнения можно привести число беженцев После раздела на Индию и Пакистан. 16 миллионов человек. Через пару лет они расселились. Предложение было блокировано. Арабские политики, Не жившие сами в лагерях, Исходили из опыта истории. Чужаки из Европы уже вторгались в Палестину. Через сотню лет крестоносцев выбили. Лагеря не стали временными, А постоянным образом жизни превратились в школу-камикадзе. Я думаю, это злокачественное перерождение Случилось бы с любой этнической группой, Помещенной на полвека в лагерях. Третье разумное предложение Принадлежало папе Павлу VI. В 1967 году он выступил с призывом к победителям Превратить Иерусалим в общий город Трех великих религий под надзором ООН. Такое решение требовало большой мудрости И большого великодушия со стороны израильтян. Оно, может быть, создало бы другой моральный климат В отношениях с арабами. Но победители были упоенные победой. Кроме того, политическое равновесие в Израиле Поддерживали религиозные партии. Присоединяясь либо к одному, либо к другому блоку. А религиозные фундаменталисты Никогда не могли согласиться Отдать Иерусалим, дарованным им Богом. Демократия, как сказал Черчилль, Худше исправления, не считая всех остальных. Чтобы мирно решить вопрос об Иерусалиме, Нужно вывести из него священных коров Двух фундаментализмов, Вцепившихся в святые камни. Ни международные, ни внутренние конфликты Не допускают выхода на поверхности На уровне страстей. На поверхности война, сказал еще Гераклит, А в глубине вечно живой огонь. На поверхности моря тайфун, А в глубине покой. Выхода нет и не будет, Пока мы не восстановим контакт С собственной глубиной. И через нее, с глубиной, Где царствует святой дух. Выхода нет, пока не распространится Вширь круг любви, Связывающий ничтожное меньшинство сегодня. Сейчас пока не станет понятным Чувство священного Поверх священных символов. Так как оно было высказано Примерно две тысячи лет тому и назад, И недавно повторилось в сказке Михаэля Энде «Учись падать и держаться Ни на чем, как звезды». Древние слова об этом есть и у христиан. Будете молиться не на горение в храме, А в духе и истине. Есть и у буддистов. Воздайми свой дух И ни на чем не утверждай его. И на одном принципе, Ни на одной идее. Только на глубине сердца. Еще раз повторю определение Антония. Каждый грех есть прежде всего Потеря контакта с собственной глубиной. И вовсе им ничто не чуждо. Земное. Вовсе нет стены. Но мертвым нужно, Мертвым нужно гораздо больше тишины. Вот той, что накопили горы и лес, Тысячелетний лес, Гораздо более простора, Гораздо более небес. Полей и море, чем собрала Душа на смерть свою в запас. Все, что даем мы им так мало. Им нужно больше, больше нас. О, как неизмеримо много Живого духа нужно им. Наверное, столько, сколько Богу, Чтобы сделать мертвого живым. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!